Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разбираем материал на тему стихийные бедствия. Что мы узнаем? Мы посмотрим лексику, какие бывают стихийные бедствия и различные сопутствующие лексику выражения также разберем. И в конце материала будут тесты, задания, упражнения, уровень выше М4, потому что много сложных иероглифов. В самом материале они подписаны, в тесте нужно будет что-то прочитать, где-то подписать там картинки и слова. В общем, отработка этой лексики. Сам материал, который мы будем разбирать, его можно будет скачать вконтакте в случае, если вы являетесь доном, либо платно подписчиком на бусте, да, то тогда я вышлю вам этот материал. Теперь все материалы моего авторства, а не только за донаты, но при этом сейчас на видео мы будем разбирать весь этот материал все вместе совершенно бесплатно. То есть вы платите за материал только если он вам нужен, чтобы он у вас на компьютере был такой классный и полезный. Поехали! Лексика и упражнения на тему стихийные бедствия. Саэнгай. Стихийное бедствие. Тэнги Йо Хоу. Прогноз погоды. Кэй Хоу. Сигнал тревоги. Чуи Хоу. Штормовое предупреждение. Кинкью Соку Хоу. Экстренный выпуск новостей. Синдо. Сила землетрясения. То есть до это будут у нас баллы землетрясения. Дзи Син. Землетрясение. Йо Син. Толчки после основного землетрясения. Автошоки. Вот. Йо Син. Запомните, всегда в новостях про землетрясение эти Йо Син фигурируют. Это как бы излишек остаток, да, оставшиеся, остаточные землетрясения. Цунами. Цунами. Так и будет. Нами. Это волна. дося кузыре. Уползень. Например, ливень будет дося бури. Вот это вот дося там тоже присутствует. А это земля и камни. То есть ливень, да, когда прям всё льётся на нас сверху. Вот. А дося кузыре — это именно в прямом смысле про землю и камни. Да, то есть отваливается земля, отваливаются... Не камни, извините, песок. Это ключ, камень. И всё это обрушивается на горы. Дося кузыре. Тайфу. Тайфун. Оуаны. Ливень. Бофу. Штормбуря. Сыгай. Ущерб от наводнения. Вообще гай — это всевозможный ущерб будет. Козуй. Наводнения. Синсуй. Затопление. Течь. Да, то есть синсуй — это скорее в домах, когда у нас будет затопление, да, а кузуй — наводнение само по городу. Ханран. Паводок, половодие, выход из берегов. Тацимаки. Торнадо. Маку — это заворачивать, да. Функа. Извержение вулкана. Надаре. Лавина. Хинанбасё. Место укрытия. При эвакуации на хинан. Кази или касай. Пожар. Сёбосё. Пожарная станция. Сёбося. Пожарная машина. Ну, это тушить, а это предотвращать. Кюй-кююся. Машина скорой помощи. Собственно, скорой и скорой. Ну, точнее, спасать и скорой, и машина. Машина скорого спасения. Сё-каки. Огнетушитель. Тушить огонь и приспособление сосуд. Хизьо-мо-ти-да-си-хин. Хизьо-мо-ти-да-си-хин. Вот так. Вещи, которые нужно взять с собой в чрезвычайной ситуации. Хизьо-экстренные, мо-ти-да-си и вещи. Сёку-рё-хин. Продукты питания. Кай-чю-дэн-то. Фонарик. Этот иероглиф, он у нас, помимо прочего, ещё и пазуха. То есть за пазухой лежащий фонарик. Так, ну и задание. Ответьте на вопросы. Часто смотрите прогноз погоды. Примерно когда, в какое время в Японии часто приходят тайфуны. Вы знаете, где места для экстренной эвакуации? Я вот ни в одной своей поездке в Японию не знала, где находится Хинан-джо. И, кстати, об этом никто и не рассказывал из ответственных за это людей. А вот на Окинаве, на Окинава, мы видели этот Хинан-джо, потому что рядом с отелем было огромное здание. Там было написано, что в случае цунами и землетрясения, но особенно цунами, всем, пожалуйста, сюда. И это, конечно, немного пугало. Это в городе Наха было. Так никогда никто не предупреждает, где эти Хинан-джо. Так, дальше. Когда вы эвакуируетесь, что вы берете с собой? Ну что, фонарик, воду, радио. Есть специальный чемоданчик, да, со всеми этими предметами. Там что-то для первой помощи. Либо, ну, в экстренном чемоданчике у каждого человека есть еще, да, если там они эвакуируются с домашними животными, то что-то для зверей. Если там, например, с бабушкой, то бабушкины лекарства в этом чемоданчике заранее сложены. В общем, есть правила собирания этого чемоданчика на экстренный случай. Знаете ли вы номер на случай пожара? Да, сейчас он будет у нас ниже 119. Итак, какое бедствие на картинках? Зисин, цунами. Так, это что? Оползни, видимо. Дося кузыре. Тацумаки, торнадо. Оаме. Да, видимо, ливень. Ливень, либо, может быть, боуфу, шторм. Ну, хотя нет, фу, это все-таки ветер вот здесь. Либо боуфу, либо тайфу тоже может быть, да, этот. А, кстати, вот здесь они имеют в виду тайфу, тайфун. Это картинка не торнадо, а вот этого. Видели фото торнадо в прогнозе погоды из космоса, как это выглядит со спутника? Вот, то есть это не... Вот оно, торнадо, тацумаки. А это у нас будет тайфу. Значит, здесь будет оаме, боуфу, каджи, козу и наводнение. Тацумаки сказали, лавина надаре, надаре. И извержение функа. Кэйхо, сигнал тревоги. Цюйхо, предупреждение тайфуня. Цзисин, землетрясение. Синдо, магнитуда. Цунами, цунами. Тайфун, тайфун. Оуаме, ливни. Боуфу, шторм. Коуцуй, наводнение. Синсуй, тоже наводнение. Течь, вот это... Наводнение, течь и... Какое-то еще там было слово. В общем, когда в доме у нас все плавает. Ханран. А, вспомнила затопление. Значит, Ханран и Хинанбасё. Место для эвакуации. Далее. Нужно составить диалог с пожарными. Да, это мы звоним в пожарную станцию. Давайте потренируемся, что мы звоним в пожарную. Так, ребят, у нас с вами легенда такая. Ну, вообще в задании нужно придумать легенду, посмотреть на вопрос и придумать легенду. Значит, мы ехали по дороге в Ханэ до Куко. В аэропорт Ханэ, да? Видели, что горит склад или что-то такое справа от дороги. Нам нужно это плюс-минус объяснить дяденьке пожарному. Вот. Где мы конкретно, мы не знаем. Но мы вот проехали знак дорожный Хёщики, да? Знак будет Хёщики проехали. Анай Хёщики там. Родо Хёщики. Что, 50 километров до аэропорта Ханэ, да? Вот нам нужно эту информацию всю выдать. С нами разговаривает, ну, допустим, пожарный или кто принимает звонки. Диспетчер. Значит. Шоу-боу-шоу Пажарна Станца. 119-бан дес. Кажи-дес-ка? Кю-кю-дес-ка? Кажи-дес. Джю-шоу Пай-шоу Ужи-ет-ко-за-сай. Джа. Ваканнай. Чика-ку-ни-н-ни-гами-е-ます-ко. Н-ни-гами-ам-ско. Э-тро. Хане-да-коу-коу-го-жゅу-ки-рой-тро-тро-те-ю-фь-ки-галу-с-ки-галу-ты-е-галу-та-калу-тро-с-ке-галу-тро-тро-тро-тро-пс-калу-тро-тро-от-пс-ка. Всё, мы выезжаем. Так, а кто там у нас мальчик говорил? Ну, будем считать, что я это Кейко. А если вы выполняли, вы мальчик, то вы там Ямада Таро. Вот, то есть здесь нужно посмотреть. Да, прежде чем своим ученикам, например, давать это задание, нужно посмотреть, как будет строиться здесь беседа в этом задании. То есть, например, нужна не скорая, нужна именно пожарная машина дальше, потому что спрашивают, что горит. Вот, и явно человек не знает адрес, потому что его спрашивают, что вы видите рядом, что там вообще вокруг вас есть. Вот, то есть здесь любые ответы дать не получится. Всё, а этот материальчик будет доступен всевозможным донатерам. Для всех остальных само видео с разбором этого материальчика. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...